Всем привет! С вами я, Алиса, или же XX, с вами Белевикс. Пока мы с вами распаковываем кукол Монстр Хай из коллекции Хонт Кутюр, Фрэнки Штейн, Клодин Вольф и Дракулауру, а также сравниваем в обзорах Буриджинл Крип Продакшн с первыми выпусками 2010 года, Мотел радует фанатов новинками Сан-Диего Комикона 2022. Сегодня поговорим, чего ожидать в скором времени. 26 мая, в День Дракулы, серия коллекционных кукол Монстр Хай, основанных на известных фильмах, неожиданно продолжилась новым персонажем — Дракулой. Ее кровожадный образ вдохновлен классическим смокингом, медальоном и накидкой, совсем как в оригинальном фильме. Дизайнеры позаботились о том, чтобы включить такие детали, как драматический скульпт лица в стиле вампира и длинные чернильно-черные волосы. Выпуск включает в себя культовые детали Дракулы из фильма 1931 года. Так и потрясающий стиль продукции Монстр Хай. Думаю, коллекционеры полюбят эту куклу и упаковку за детали и историю. Монстряшка уже летит к нам, не терпится рассказать о ней вам в новом обзоре. Буквально пару часов назад подошел к концу первый день Сан-Диего Комикона 2022 года. Фестиваль Комикон давно вышел за пределы США и считается международным. Сюда приезжают любители косплеев, комиксов и сериалов со всего мира. За 4 дня здесь могут побывать около 150 тысяч человек. Можно попасть на фестиваль обычным зрителям за 45 долларов в день, просто вовремя купив билет. Или же зарегистрироваться в качестве участника, придумать образ, подобрать костюм, грим, отрепетировать жесты, мимику и речь своего персонажа. В этом году Комикон проходит с 21 по 24 июля и обещает стать грандиозным событием. Пришло время отпраздновать любовь к комиксам, фильмам и всему, что связано с поп-культурой. Компания Мотел отмечает свое первое очное выступление с 2019 года. Два года перерыва было в очном мероприятии и это было для всех большим ударом. И в общем эти дни включают в себя множество громких новинок и подарков. В этом году команда Мотел поставила перед собой цель создать самый незабываемый Комикон для поклонников. Компания обещает обеспечить максимально полное погружение, которое будет жить еще долго после пребывания в Сан-Диего Комиконе. По традиции для преданных фанатов каждый день наполнился сумасшедшими новинками, невероятными коллекционными вещами и фантастическими сюрпризами. Будут представлены интерактивные дизайны. В этом году впервые эксклюзивы Комикон можно приобрести на сайте Мотел Креэшнс. Среди Monster High 2022 года, черно-белая Фрэнки Штейн, Voltages, разработанная Ребеккой Шипман. Мотел запустил 12 дней фэндома. На этом невероятном мероприятии представлены эксклюзивные новые предметы коллекционирования из самых знаковых коллекций, включая Hot Wheels, Мир Юрского периода, Звездные войны, Властелина Вселенной и многое другое. Первый день фэндома начался 11 июля. Мероприятие продлится до 24-го. Товары доступны онлайн и в выставочном зале на стендах. Счастливчики уже держат в руках кукол, а мы готовим кошельки и судорожно ждем 22 июля 19.00, когда откроются минутные продажи Фрэнки Штейн Voltages. На Комик-кон 2010 дебют черно-белый Фрэнки Штейн потряс сцену. Спустя 12 лет ее альтер-эго подросткового супергероя Фрэнки Voltages здесь. Она совершенно готова к борьбе с преступностью в шокирующей электризующем черно-бело-сером образе, дополненном серебряным жакетом со слепительной накидкой и супер заряженными аксессуарами. Молот лица практически взят с Фрэнки Штейн Хонт Кутюр, обзор на которую вы можете посмотреть на моем канале. В сравнении с базовой черно-белой Фрэнки у новой куклы прорисованы бровки, есть румянец, ресницы и, внимание, глаза разных цветов. Вспоминая Фрэнки Штейн Скул Шорс, также черно-белую версию, обращаем внимание на ее глаза, такие же черно-белые. Помимо этих деталей, у эксклюзивной Фрэнки 2022 года высококачественная черно-белая упаковка, состоящая из двух частей. В комплект входит одна подставка для куклы, одна расческа и один крошечный комикс Power Ghouls. Поставляется с сертификатом подлинности. По первому впечатлению, банальный перевыпуск первой базовой комиконовской черно-белой Фрэнки, а на самом деле переосмысление выпуска Power Ghouls. В целом, так и есть. Вроде просто переделали старый выпуск, но сильно улучшили. За счет обилия серебряного цвета заметно, насколько богаче и роскошнее стал выглядеть образ. Дорого-богат. Отсюда и цена 75 долларов без учета доставки, в то время как стоимость первой базовой комиконовской Фрэнки Штейн была 20 долларов. Однако в Америке ее можно было приобрести либо на самом фестивале San Diego Comic Con, либо через посредников. И обратите сейчас внимание на прайс на эту куклу на eBay. Сразу же будет ясно, из чего складываются российские цены на кукол. В коллекции Power Ghouls уже есть эксклюзив. Это Вайдона или же ВВРЛ Спайдер. А теперь еще и перевыпуск Фрэнки Штейн. Можно и заняться созданием комиксов и продвигать эту вселенную отдельно от перевыпуска и ребута. Как по мне, кстати, отличная идея. Что думаете? Напишите в комментарии. Можно сказать, старт новой эры эксклюзивных кукол для Comic Con. Если вы по какой-либо причине не посмотрели обзоры на коллекционных Фрэнки Штейн, Клодин Вульф и Дракулауру из коллекции HONTE Couture, скорее это делайте по ссылкам в описании, ну и в конце видео. Коллекция кукол Monster High HONTE Couture 2022 поставляется с новой формой лица, нарощенными ресницами и новыми прическами. Коллекционные куклы Laguna Blue и Клео 2022 были представлены на Comic Con сегодня. Клео в этом образе богиня. Так и должна выглядеть принцесса Египта. Взгляд не цепляется на каких-то деталях, потому что много блестящего. Рассматривая фото, сразу вспомнила эксклюзивный сет с Гулией Елпс 2017 года. Вот чем вдохновились. Новая Клео Хонт Кутюр обладает бронзовым тоном кожи, лазурными глазами, подведенными египетскими стрелками и разрисованными золотыми узорами. Губки окрашены в вишневый оттенок. Под глазом у куколки есть родинка в виде объемного алмаза. Волосы принцессы длинные, прямые, черные, с краплением золотых блестящих прядей. Есть челка. Прическу дополняет бирюзовый ободок. Серги объемные. У принцессы черные волосы с краплениями бирюзового люрекса. На голове золотая змеиная диадема. В наборе есть золотой рюкзачок. Одета красавица в золотой наряд, имитирующий бинты и состоящий из стопа с перевязками и брюк с завышенной талией. Сверху чудесная накидка из свисающих вниз бинтов. А на ноге, как у первой базовой Клео, телефончик. Не обращать внимания на мою Клео, он где-то потерялся. А будто монстряшка в бирюзовой туфельке, инкрустированные драгоценными камнями. Лагуна Блю немного своеобразней и не всем пришлась по вкусу. Новый русалочий образ Лагуны с первого взгляда я подумала о классической модели в пиратском образе. Возможно, еще и освещение на стенде играет большую роль. В общем, будем ждать промо-фото и уже рассматривать куклу. Напомню, что Лагуна еще и перезапускалась в Буриджинал Крепродакшн совсем недавно. Печать глаз схожая. Круглые, широко распахнутые, как у морской рыбки. Такой же пробор сбоку, если смотреть на волосы. Лицом новая Лагуна Блю многим напомнила еще и Monster Exchange, также Shriek Wrecked и первые дешевые ребут-версии. У Лагуны вполне человеческий цвет волос, блонд. Голубые пряди получились из-за постоянного пребывания в соленой и хлорированной воде. Ее волнистые длинные волосы собраны в хвост. На голове массивное украшение. За счет скинтона макияж не яркий. На мой взгляд, можно было бы немножко добавить блеска. Такое внимание к деталям. Идеальные ровные ресницы Лагуны словно отрезали по линейке. Будем надеяться, что в более массовом производстве качество куклы не ухудшится. У Лагуны прозрачная куртка, цепи, платье в сетку с чешуей с мокрым эффектом, юбка которого выполнена из материала, похожего на целлофан, который, может, был бы и лишним. Красная сумочка, милые гольфики с морскими звездочками и интересный дизайн туфелек на высокой танкетке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите мои обзоры на кукол. И также пишите в комментарии, как вам первый день Комикона 2022. Кого из монстряшек планируете покупать для своей коллекции? Жду вас также в моих социальных сетях по ссылкам в описании. Be cool and crazy! Ваша Билли Викс! Продолжение следует...